Гексаметр или гексаметр это по-русски будет шестистопный дактинг. Правда? Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз. Раз, два, три, четыре, пять. И шестое удаление. То есть, конечно, по-русски шестистопный дактинг звучит заунывно. Скучно или нет? Скучно. Честно говоря, скучновато. Скучновато. Но мы должны вспомнить греков. Греки очень часто писали гексаметр. Вспомните греческие поэры, знаменитые Илеану, Одиссею. Они написаны гексаметром. Шестистопный дактинг. Но у греков есть одно, как бы сказать, правило или исключение, как хотите. У них это долгий слог, а это два кратких. По-русски есть долгие и краткие слоги? Нет. По-русски есть только ударные и безударные. Правда? Долгих и кратких нет. А у греков? Это долгие, это два кратких. Это долгие, это два кратких. Что такое краткий слог? Это слог вдвое короче долгого. Все очень просто. И поэтому, когда Гомет начинает. Эйнос доригенея фоннерододактелос эос. По-русски. Встала из мрака, владая с перстами лазурными. Эос. Кто такая Эос? Богиня? Или Зари. Богиня Зари, конечно. Эйнос доригенея фоннерододактелос эос. К примеру, это несложно. Он знает долгие и краткие. По-русски все еще интереснее. По-русски альзаметр превращается на самом деле в долгих. Это значит, что мы можем взять и пропустить что-то на первой стопе. И на вторую можем. И на третьей можем. И на четвертой можем. И на пятой можем. А вот в стихотворении Пушкина там же есть строка. Там чуть-чуть посложнее. Сначала с первой строчкой давай разберемся. На шестой пропустить не можем. Все-таки гексаметр это, как правило, слог с женским окончанием. Ну, так сложилось, да? Поэтому, когда Гнедич переводит Риаду на русский, он переводит ее вот такими стихами. Русским гексаметром. Или, как потом стали говорить, гексаметром. Примеры гексаметра или гексаметра есть и у Манусова. Скажем, «Вьется круга и змея по траве, обновившись в расселении». Это одна строчка. О чем речь понятна? «Вьется круга и змея по траве, обновившись в расселении». Обновившись, это как сменит. Она сменила кожу, конечно, да? Вот что? Вот она вьется круга и змея по траве, обновившись в расселении. Как будто бы вот этот гексаметр в души бьется. ТАМ-ПАМ-ПАМ-ПАМ-ПАМ-ПАМ-ПАМ-ПАМ-ПАМ-ПАМ-ПАМ-ПАМ-ПАМ-ПАМ-ПАМ-ПАМ-ПАМ-ПАМ-ПАМ-ПАМ-ПАМ-ПАМ-ПАМ-ПАМ. Итак, мы можем пропустить что-нибудь здесь. В 1750-х годах Василий Кирилович Языковский написал поэму «Тилемохидо». Я представляю, это почти 5000 строк гексаметра. Сейчас это читать очень скучно. Это нормально. Более того, это очень скучно было читать и при Екатерине Второй. Екатерина Вторая еще при жизни Эдвиковского давала своим придворным в качестве наказания прочесть и выучить, скажем, двадцать строчек из Телемахиды. Судится ли это? Хорошие стихи или нет? Вы не читали, вы не знаете. Почитайте, попробуйте. Телемахиды, кстати, с тех пор переиздавалась только один раз. Вот уже в наше время, в девяностые годы. Это не значит, что она хорошая или плохая. Более того, перед нами перевод прозаического текста. Эдвиковский решил его ради забавы переложить гигзаметром. Это рассказ о Телемахе. Кто такой Телемах? Не помните? Кто такой Одиссей? Помните? Да. Конечно. Так вот, Телемах — это сын Одиссея. Да? Так, давайте вспоминать. Одиссей, Телемах — это кто? Кто такие герои? Воин. Так, Одиссей — воин, конечно. Когда Одиссей уходил на войну, на Троянскую, Телемах был совсем-совсем маленьким. И помните, Одиссей очень не хотел идти на эту войну. Правда? Что он сделал? Он прикинулся сумасшедшим. Он прикинулся сумасшедшим, конечно. Он что сделал для этого? Он взял своего маленького вот этого сына. Может, вот такого Телемаха положил его на пашню и стал пахать, чтобы все подумали, что он совсем сверхнулся. Ну, конечно, хитрость Одиссей была разгадана. Одиссей все-таки пришлось отправиться на войну. Как ее разгадали? И на войне он был, помните, он пробыл там двадцать лет. Десять лет длилась Троянская война. Еще десять лет Одиссей скитался, возвращался домой. Когда он вернулся, Телемах был, конечно, уже совсем не такой, а, наверное, выживый. И он был уже двадцать с лишним лет. Одиссей пишет тем же самым размером, гексаметром или гексаметром. И когда мы сейчас пишем этим размером, наверное, такой на частый размер по самом деле русской поэзии, мы волей-неволей вспоминаем древнюю Грецию. Так вот, возвращаясь к Телемахиде, Третьяковский написал Телемахиде. Третьяковский написал Телемахиду. Это вот такой тон, честное слово. Тем не менее, там есть удивительно интересные и хорошие строчки. Буря внезапно, вдруг возмутимое море. Вырвавшись, ветры свистали уж в вервях и парусах ровно. Чёрные волны к бокам корабельным, как млад, прирожались. Так что судно от всех ударов шумно стенало. То на хребет мы взбегаем волн, то не сводимся в бездну. Море, когда из-под дна разливаясь, сияло глубиной. Видели близко себя мы камни остро суровые. Ярость такой вагов сокрушалась в рёве ужасном. Что перед нами за размер? Тот самый гексаметр или гексаметр. Итак, по-русски мы можем пропускать. Раз слов, два слов, три слов. Чтобы гексаметр не превращался в шестистотный дарцик. Правда? А насколько это была удача или неудача Третьяковскому? Василий Кириллович Третьяковский. В какой-то степени удача? Ну, хотя бы потому, что ему удалось гексаметром написать много стихов. Да? В какой-то степени неудача? Хотя бы потому, что его стихами пугали детей. И вас тоже можно напугать. Я не знаю, понравились вам эти стихи и нет. Но я вас уверяю, я вам выбрал кусочек наиболее мне нравящийся. Захотите, потом сами прочтете Телемахиву. Хоть полностью. А на размер почти с Евгения Олегера. Не захотим. Не захотите? Ну, что ж делать? А вдруг попробуйте? Ну, тем не менее, этот размер, конечно, связан с античной грекцией. Давайте вспомним еще одну эпиграммочку Пушкина. На сей раз запишем. Это всего на все две строчки. Внук Третьяковского Клит. Гексаметром песенки пишет. Противу Ямба Хорея ужасную злобою дышит. Кстати, это не значит, что сам Третьяковский дышал злобой в Ямбе и Хореи. Ничего подобного. Хорею он вполне себе писал. Клит, конечно, имя условное. Некий Клит. Условно говоря, просто некий он. Внук Третьяковского. Почему Внук Третьяковского? Потому что он пишет гексаметром. Это эпиграма Пушкина. Лицейская. Давайте вспомним, чем оно написано. Внук Третьяковского Клит. Гексаметром песенки пишет. Гексамет. Это гексаметра, конечно. Противу Ямба Хорея ужасную злобою дышит. Так, это тоже гексаметра. Так, почему первая строчка уже вызывала дикий смех? Гексаметром песенки пишет. То есть, получается, размером пам-пам-пам. То есть, гексаметром размер очень, на самом деле, высокий и сождественный. Не случайно написаны поэмы, да? А Внук Третьяковского пишет им, что? Песенки. Песенки. Можно ли песенки писать гексаметром? Ну, при большом желании можно. Но песенки этим вряд ли кто-нибудь слушать будет. А почему нет на любых гексаметром? Докажите. Это не шестерсток редакции, да? Это гексамет. То есть, не надо разговариваться, что у нас пропущено вот здесь. Правда? Нет, не есть там. И там тоже. Так. Еще. Противоямбахарея ужасною слобою дышит. Может ли гексаметром совпасть с шестерстокным дартелем? Да. Может, конечно. Может. Но, опять-таки, это совпадение будет случайным. Настоящий гексаметр там, где мы что-то пропускаем. Либо здесь, либо здесь, либо здесь, либо вообще везде, кроме посленистов. Давайте вспомним начало другой поэмы. Мы говорили о «Сеи», давайте вспомним начало «Илиады» в переводе Николая Ивановича Гнедича. Он перевел ее первый раз гексаметром, как, собственно, гугомером. Раньше «Илиаду» переводили, ну, как правило, в шестерстокном яму. Но он начинает. «Муза воспой Ахиллеса, Пелеева сына, грозный, который Ахейнам тысячи бедствий задеян». И вот так еще десять тысяч строк. До сих пор прочитаем с вами «Илиады» в переводе Николая Ивановича Гнедича. Это имя тоже стоит запомнить. Николай Иванович Гнедич. А вот Пушкин решил вот так вот неким внуком Третьяковского над тем, что неприлично, так сказать, гексаметром писать песенки. Правда? Песенки нам писать чем? Ну, ябом, ну, хорей, лучше еще. Но никак не гексаметром. Гексаметром что стоит писать? Героически, ой, допустим. И, конечно, вот такое пародийное использование гексаметра, оно тоже случалось. Пародийное. Пародия – это что? Пародия, когда я над чем-то смеюсь, специально. Пусть говорят гауламаны, что мы не имеем спандеев. Спандеи – это что такое, помните? Спандеи. Два ударения. Два ударения подряд, конечно. Итак, пусть говорят гауламаны, что мы не имеем спандеев. Мы их найдем, исчисляя подробно деяния россов. Гаул, перс, трус, хин, швед, венгер, турок, сармат и саксонец. Всех победили мы. Всех мы спасли и всех охраняем. Мы их найдем, исчисляя прекрасные свойства монарха. Царь Александр – щедр, мудр, храбр, тверд, быстро, скромен и сметлив. Это из послания Вагейкова. Да? Что здесь делает Вагейков? Он специально соединяет два ударения подряд. И даже не только два, но и больше. Царь Александр – щедр, мудр, храбр и так далее. Да? Цвет, быстро, скромен и сметлив. Он делает из гигзаметра в сущности уже не просто дольник, а вообще акцентный стих, правда? Царь Александр – щедр, мудр, храбр и так далее. Он специально лечит с пандемией. Конечно, это шутка. Как и наша шутка вот эта. Мы говорили об эллигическом ди-стихе. Мы о нем еще продолжим разговор непременно. Мы пока только поговорили о первой строчке. Первая строчка в эллигическом ди-стихе – это гексаметр. Гексаметр. Шесть. Стоп. Давайте еще раз вспомним. Гексаметр написано. Что у нас? Требнегреческие поэры. Требнегреческие поэры. Написаны гексаметром или гексаметром. Да? Пушкин. Да? Пушкин временно написал гексаметром. Ничего не проделаешь. Так. Еще. Он, правда, чаще писал эллигическим ди-стихом. Об этом речь в другой раз. Да? Так. Еще. Может быть, ди-феранты. Ди-феранты какие-то. Можно написать гексаметром. И я думаю, мы тоже с вами это попробуем. Да? Попробуем? Да. Да. Гексаметр, я вам суперяю, совсем нетрудный размер. Это наш шестистопный дактель. Но при этом мы можем пропускать здесь, здесь, здесь. на четвертой стопе и даже на пятой, если захотим. И тогда у нас получится самый настоящий гексаметр или гексаметр. Когда Жуковский переводил «Илиаду», он, конечно, воспользовался гексаметром. Жуковский, переводя «Илиаду», воспользовался гексаметром. Гнедич, переводя «Илиаду», воспользовался гексаметром. И это понятно почему. Всякий раз, когда мы сейчас этот размер проверяем, у нас более-менее возникают ассоциации с древней Грецией. Поэтому, если я решу, ну, скажем, сочинить дефирам или коду обыкновенному предмету, ножницам, или телефонам, или ручкам, или бумажкам, или очкам, я могу воспользоваться гексаметром. Сейчас, конечно, это будет звучать странно и смешно. И, тем не менее, это вполне уместный размер для написания дефирампов от торжественных поэм героических и всяческих славных вещей. Мы начнем на следующий урок с того, что попробуем что-нибудь писать гексаметром. Что вы такие грустные? Это не грустно. Это на самом деле забавно. Отлично.